У нас еще один звонок от телезрителя. Говорите, вы в прямом эфире. Слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотел задать вопрос, поскольку я изобретатель, то есть не предприниматель. Мы ищем инвесторов, те же предприниматели. Проблема заключается в том, что мало осознавлены сами же инвесторы, предприниматели, то есть не представляете инновационных проектов, то есть мы можем раскрыть как бы. По этому поводу я хотел в гости задать вопрос. Вообще в городе имеется какой-то организации или комитет, раньше было во главе бывшего министра образования, потом что-то забыл, чтобы могли бы отбирать инновационные проекты, естественно, там прожумных, и его как бы привлекать инвестора. Если мы действительно какой-то дегенерационный проект на эту сеть пиццу уже с алкогольной экономической зоной не затащим, она, я думаю, в полном соответствии не будет работать. Имеет будем вакуумцовку традиционных коммерческих чистых производств, трансфер, в лучшем случае. В этой связи, к кому можно обратиться вакуумцовке, у меня есть конкретная разработка, точнее я могу сказать, вакуумное отопление, это в 2011 году инновационный форсажер, я занимал второй месяц, то есть она уже доказала себя, опытный образец все получил, внедрил, несколько десятков актеров работает, инвесторами, но на широкий ногу никак не получается. То есть я как изобретатель производства не занимаюсь. А поскольку вроде город должен быть с точки экономики заинтересованным, тут не хватает, в общем-то, как бы, рекламы или там организовали бы встречи в потенциальных инвесторах, как бы, я не знаю. Мы поняли наш вопрос, сейчас Адзий Жаратбекович ответит. Спасибо. Адзий Жаратбекович, речь идет о том, что изобретатель ищет пути, как бы, свои изобретения, пустит в жизнь. Вопрос коммерциализации идей, да, то, что вот очень хороший вопрос, и в свою очередь хочется вот добавить, что нужно развивать инфраструктуру соответствующую, да, потому что вот в рамках первой пятилетки ГПФР было создано очень много институтов, в развитии, которые решали вопросы снижения финансовой нагрузки, оказывали сервисную поддержку, но это все рассчитывалось на предпринимателей. А тут именно существует вопрос взаимосвязи именно науки и бизнеса, потому что вот не каждый ученый может стать предпринимателем, то есть запустить свое собственное дело, то есть ему нужен тот же менеджер, который может организовать это дело, или же ему нужен инвестор, который может оказать соответствующие инвестиции. То есть здесь вот этот вопрос, эти все вещи заложены у нас уже в аспекте второй пятилетки. Мы рассматриваем это уже по разработке, по созданию технопарков в следующей пятилетке, а также муниципальных, региональных, так называемых, венчурных фондов. То есть у нас это идеи мы все озвучили, и они сейчас, соответственно, в Министерстве индустрии новых технологий обрабатываются. Что касательно сегодняшних реалий, хочу сказать, что рабочим органом, ответственным подразделением за развитие инноваций в Акимата города Алматы является наше управление. Можно обращаться непосредственно в наш адрес. Мы являемся представителем национального агентства по технологическому развитию Республики Казахстан, а это агентство осуществляет комплексную поддержку именно инновациям, инноваторам, разработкам. То есть если идея будет озвучена в нашем управлении, то мы постараемся уже с этим агентством отработать, какой части именно необходима поддержка финансового характера. То есть можно часть затрат, которые разработчик-инноватор понес, мы можем за счет государства до 50%, в отдельных случаях до 70% это может натор возместить расходы. Также различные по привлечению специалистов зарубежного, если в Казахстане такого рода, например, не найдется специалиста, или же обучение за рубежом, или стажировки для получения необходимого опыта. Есть очень множество опций для поддержки именно инноваторов и поддержки стартап-проектов. И вот там такие еще продукты популярные по НАТОРу, это возмещение затрат, связанное с получением сертификатов, патентов. То есть то, что на первоначально очень сильно ложится большой финансовой нагрузкой на разработчиков. Что касательно частного случая вашего, если вы обратитесь в наш адрес, то здесь нужно будет уже обратиться, если вы позволите, я озвучу телефоны нашего отдела индустриального развития, телефоны 272-02-56, то все ваши заявки будут учтены, и мы постараемся уже оказать комплексную поддержку с привлечением как НАТОРа, Министерства индустрии, новых технологий и всех соответствующих государственных органов. Аль-Жарат Бегович, сейчас такое наиболее благоприятное время, насколько я знаю, для бизнеса. С одной стороны, у нас моратории на проверки малого и среднего бизнеса, с другой стороны, Национальный фонд выделяет крупные деньги, снимаются административные барьеры, периодически над этим ведется работа. Как себя бизнес проявил в период, когда объявлен мораторий на проверки, и когда деньги выделяются, активнее стали у нас предприниматели, в Алматы в частности? Начну с того, что на сегодняшний день в городе Алматы зарегистрировано порядка 115 тысяч активно действующих субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них нужно выделить 102 тысячи, это индивидуальные предприниматели, остальные это у нас юридические лица малого и среднего предпринимательства, введенный 2 апреля мораторий на проверки субъектов МСБ показал на то, что излишняя нагрузка государственных органов негативно сказывается на развитии предпринимательства. В настоящее время мы отмечаем увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства. У предпринимателей появляется возможность сконцентрироваться именно на своей производственной деятельности, именно на своем бизнесе, не отвлекаясь на всякого рода проверки, взаимоотношения с государственными органами. И я считаю, что данная мера, она очень благоприятно скажется на развитии предпринимательства. Но данный мораторий, он, конечно, не снимает ответственности с предпринимателей по различным аспектам, скажем так, санитарной безопасности, противопожарной безопасности, потому что учстили случаи, в связи с введением, то есть очень много передается сообщений о отравлении. Но само собой это не значит, что мы будем теперь делать и что хотите, вас не проверять. Да, не снимает ответственность, и вот тут предприниматели должны проявить свою добросовестность в этом отношении. Но этот шаг был предпринят для чего? Для того, чтобы прежде всего систематизировать данную систему. То есть все разрешения, все уведомления, согласно закону, принятому в апреле месяце, они сейчас у нас систематизируются. То есть данный закон, он полностью унифицировал всю нашу государственную систему по разрешениям. И теперь ни одно разрешение в обрез данного закона не может быть принято, то есть как на местном уровне или попрофильно, по министерству. То есть это все должно быть отражено в данном законе. И в основном будет смягчаться система ответственности, то, что будет переходить на уведомительный характер. То есть, скажем, вначале дается уведомление, то есть предупреждается... Да, в карательных мерах предупреждения. Да, предупреждение, потому что трудно в любом случае ориентироваться во всех дебрях законодательства. И не каждый предприниматель может сразу сориентироваться о тех или иных последствиях юридических. Понятно, всесторонняя поддержка бизнеса. Поэтому своевременное уведомление, оно позволит наших предпринимателей сориентировать, что в следующий раз подобного рода действия неприемлемы. Понятно. Альджир Абекович, у нас заканчивается эфирное время. И один вопрос, буквально тезисно, мы его просто не успели охватить. Много вопросов было от наших зрителей сегодня. Это большой проект горнолыжный курорт Кокжи-Ляу, который уже и представители различных всемирно известных курортов одобрили и похвалили такую идею. Какие у нас сейчас, какая ситуация и какие у нас перспективы, коротко об этом? В рамках разработки второй пятилетки форсированной индустриально-индустриального развития были определены основные приоритетные отрасли развития города Алматы на 2015-2019 годы. И первое, которое отмечено, это обрабатывающая промышленность. Второе, это транспорт и логистика. И третье, это индустрия туризма. Индустрия туризма, она дает колоссальные возможности, особенно для нашего города, поскольку у нас благоприятные природно-климатические условия. У нас все есть горы, исторические памятники, природные памятники и различные другие опции. И в этом отношении нам нужно развивать индустрию туризма. И один из якорных проектов в данной сфере является проект Кокшеляу, строительство горнолыжного курорта. Его стоимость составляет порядка 450 миллионов долларов США. Насколько мне известно, в настоящий момент завершается разработка проекта смертной документации. И уже будет подана на экспертизу. То есть до конца этого года уже будут завершены все проектные работы. То есть мы можем говорить о решении вопросов со следующего года финансирования и начала строительства. Но я хочу отметить, что данный проект, он кардинально решит, изменит экономику нашего города. Это позволит привлечь до 2 миллионов туристов ежегодно в город Алматы. А если каждый из 2 миллионов оставить по 100 долларов, условно мы говорим 100 долларов, то есть 200 миллионов, это мы просто говорим о колоссальных цифрах, суммах. И те, которые возможности дает туризм, они позволят развивать не только данный курорт, но и развивать гостиничный бизнес, ресторанный бизнес. Повышать соответствующую культуру сервиса в нашем городе Алматы и в целом позволит Алматы позиционироваться как финансо-экономическим, культурным, образовательным центром нашей республики. Спасибо, Адис Жаратбекович, спасибо, мы должны заканчивать эфир. Вам успехов в работе, чтобы бизнес развивался еще активнее у нас в Алматы. И до свидания. Это была программа напрямую, у нас в гостях был заместитель руководителя управления предпринимательства и промышленности Алматы Адис Сейдакнатов. В следующий понедельник смотрите нас, у нас будет руководитель департамента юстиции Алматы Данияр Айтмухаметов. На этом пока все, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»